Эстонский язык, день которого мы отмечали накануне, объединяет всех живущих в Эстонии людей. Государственный язык является тем мостиком, который связывает разные национальности и поколения. Тех, кто только недавно здесь оказался, и тех, кто живет на нашей земле уже не первое поколение. Преподаватели эстонского всячески пытаются разнообразить уроки. Придумывают новые ходы, приближая знания к повседневной жизни. Добавляют новые формы и методики. Нарвский дом эстонского языка решил пойти еще дальше, чем привычное использование детских книг, газет и журналов в освоении языка. Скоро появится книга с живыми историями, где будет множество параллелей с нашей сегодняшней жизнью в Эстонии. Возникла идея создать сборник рассказов реальных людей, которые живут в Эстонии, у которых есть опыт, или какой-то смешной, или запомнившийся, о встречах с представителями других культур. Какие заметки ждут? Конкретные случаи, когда кто-то вел себя неожиданно для другой стороны. Или случился, например, языковой казус, вызвавший замешательство. Моменты, над которыми хорошо потом вместе посмеяться, или которые просто запомнились как особенные. Но для нас с вами есть неплохой шанс стать соавторами этой книги и, соответственно, быть вписанными в историю мировой литературы. Как бы пафосно это ни звучало. И писать роман для этого не придется. Маленькая заметка, если она попадет в эту книгу, позволит вашему имени красоваться на обложке. Если вы вспомните подобную историю, не нужно тратить времени на описание вашей личной биографии. Эту заметку лишь необходимо уместить в одну страницу. Истории мы ждем на любых языках. Можно написать на эстонском, можно написать на любом другом языке, на своем родном языке. И мы их переведем. Эти истории мы будем использовать как такой исходный черновой материал для написания книги, в котором будет продуман конкретный сюжет, будут придуманы герои, которые будут попадать в эти истории, которые нам пришлют. К участию приглашаются как эстонцы, так и люди с другим родным языком. Свой рассказ нужно отправить до 4 апреля. Самое удобное – сделать это через интернет-страницу Фонда интеграции. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.